Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в 13.05 по будням вы смотрите ваше любимое дневное ток-шоу «Универсальный формат» с вами Юлия Север. Что ж, сегодня будем разговаривать на такую позитивную тему, по-другому никак не назовешь. Как же провести лето позитивно, обсудим сегодня в нашей студии. Согласитесь, поглядитесь даже вокруг, наверняка заметите то, что к позитивным, к оптимистичным людям притягивается удача, они как-то легче находят связи, легче находят друзей, да и, наверное, работа, и какие-то начинания, тоже у них все это закручивается гораздо быстрее. Поэтому сегодня рада вас познакомить с такими позитивными людьми, это, наверное, все-таки правильное слово, правильное прилагательное, к ним и так знакомьтесь, это у нас группа, как вас можно назвать, группа «Позитив.ФМ», так ведь? Отлично. Ну а теперь поименно. Рядышком со мной расположились супруги, да? Анна и Олег. Анна у нас организатор мероприятий, правильно? Да. Олег у нас частый участник, ну и не только, модель, ну, конечно, Рос позволяет, наверное, да? И дальше от меня, но не менее важна, Анна Бачурина, настоящий начинающий фотограф, да, и плюс еще, конечно же, участник мероприятий, так? Да. Ну, ребят, в первое хочу спросить, наверное, у школы вы такие позитивные, как настроение? Отличное. Отличное. Что такое «Позитив.ФМ»? Это яркие краски, это улыбки, это хорошее настроение всегда, солнце, куча подарков, куча эмоций, много-много друзей. И много-много разных мероприятий, правильно? Что ж, об этом расскажем чуть-чуть попозже. Хочу немножечко заинтересовать наших зрителей. И вот ответьте мне на такой вопрос. А как же вы настраиваете себя на «Позитив»? Между прочим, лучший ответ будет поощрен призом. Поэтому звоните 202 11 22, также не забывайте, что работает группа ВКонтакте, там вы можете оставлять свои комментарии, находить запись с сегодняшнего числа. Если есть комментарии, обязательно зачитаем все в эфире, обязательно выслушаем ваши звонки. И, конечно же, лучшее, ну это после эфира определим, кто же был лучшим, наградим, опять же, как я уже сказала, каким-нибудь подарком. Что ж, ребят, ну давайте вот немножечко с историей. Я так понимаю, что у нас Варвара, сам организатор, которая главная, она у нас будет чуть попозже. Притаили мы ее, заинтригуем немножечко телезрителей. Ну немножечко об истории. С чего вообще все началось? То есть почему решили творить такое доброе дело, людям давать свою энергию? Ну вообще у истоков у нас стоит, конечно, Варя, как организатор. То есть она очень много лет этим занимается. Мы сначала с мужем вот участвовали как модели, то есть около трех лет. Мы вообще в разных проектах. И вот в этот проект мы недавно как бы его возродили. Вот. И пришли уже в качестве таких людей, которые хотят не только просто приходить и участвовать, а принимать, ну, активное участие уже. То есть самим делать так, чтобы и нам, в первую очередь, и всем вокруг было интересно. Вот. То есть вот начали просто добро людям, правильно? Да, хочется, чтобы и нам было весело, и другим. Ну, вдвоем, к сожалению, тяжело постоянно вот веселиться, когда вокруг толпа народа. В семье, да. В толпе народа, да. Ну это можно, конечно, очень весело, но когда вокруг толпа народа все гораздо эмоциональнее происходит, веселее. И, в общем, когда много народу лучше. Хорошо, ну вот расскажите, пожалуйста, Анна, вот как вы попали сюда, к этим ребятам? Как они вас заманили? Вообще чисто случайно, с ними я не была знакома. Познакомилась в интернете с девочкой, она занимается шитьем игрушек. Вот через нее она тоже на первый фотосет, это было у нас в апреле, желтое настроение. Вы, как будто бы, еще в таком настроении остались. И она, ну, позвала меня туда. Чисто случайно туда вот попала. Как фотограф, я так понимаю, да? Да, я фотограф, начинающий, сейчас учусь фотографа. И, как бы, наверное, любопытство туда завело меня, что же это такое. Никогда не слышала, что такое фотосеты. Вот, а тут развиваешься, и что-то хочется новое, что-то не хватает. Ну, фотосет, это модели замечательные, что молодые парни, девушки, дети. Отратно, кстати, потому что молодые парни тоже принимают участие. Да, что меня удивило, молодые, да, люди. Что еще? Общение, это самый вот позитив, огромнейший получаешь от фотосета. Ну, и плюс еще набираешься опыта, смотришь на фотографов, как они профессиональные приходят тоже на фотосет. У них набираешься немножко опыта, смотришь, как они фотографируют. В общем, как сказать, и себя показать, и на людей посмотреть, так? Правильно? Да. Хорошо. Ну, ребят, вообще, объясните, ну, Олег, ты здесь всегда, ты в мероприятии, правильно? Как вообще все происходит, чтобы наши зрители понимали, что фотосессия, это не просто так скучно, стоишь и ждешь в своей очереди с номером каким-нибудь. Как все происходит? Ну, на самом деле все начинается с объявления темы, то есть фотосета, то есть различные тематики проходят, и начинается подготовка. То есть это самое интересное, люди черпают вдохновение в тех или иных местах, и начинается, то есть создание костюма. Ну, у нас, как правило, в районе месяца на это отводится, чтобы, ну, участники могли успеть подготовиться хорошо. И когда люди попадают на фотосессию, то есть они попадают не в то место, где, во-первых, фотографируются, а в какую-то атмосферу, именно уже пропитанной этой тематикой, пусть это будут какие-то мафиози, то есть попадаешь именно уже в это время. То есть ставишь себя на место тех людей, которые, допустим, жили в ту эпоху, ну, в тему, которая ставится в фотосете. На самом деле очень интересно, и это все сопровождается весьма позитивными эмоциями, ну, и такое ощущение праздника всегда сарит. Ну, и знаете, у меня вот сам интересен процесс, то есть я от подготовки до ожидания фотографии от нашей информации. Что же получится, да? Да. В привкушении. И мало того, что ты создал такой-то образ, костюм, смог вжиться в образ, помимо этого ты еще получаешь какие-то хорошие фотографии. Причем весьма профессиональные, некоторые даже, просто, как сказать... Можешь всяких похвалов. Да, да. Хорошо. Ну, вот я знаю то, что не так давно, да, проходила фотосессия игрушки, правильно? Да. И там вся сложность, наверное, для модели, не знаю, как для фотографа, было ли это сложно, то, что свои костюмы надо сделать было самому из каких-то таких подручных материалов. Да? Из чего вы сделали? Ну, рассказывайте, колитесь. Мой костюм был почти полностью из журналов глянцевых. То есть, ну, так случилось, что у нас дома оказалось очень много журналов, которые мы ранее прочитали, и из них, то есть, я создал свой костюм. Ну, и еще целлофонные пакеты использовал. Ух ты, даже так. Да, они шли... Даже это в дело пошло. Хорошо. Они шли к основе, а поверх, то есть, уже накладывались там обложки журналов, у меня была жилетка из них сделана, и шорты уже из внутренностей. То есть, все удалось в единственную гамму даже разложить, но получилось просто замечательно. У нас, кстати, есть фотографии, давайте наши телезрители поймут, о чем мы вообще говорим, что же такое за фотосессия игрушки прошла, не так давно, 1 июня, да, я понимаю, День защиты детей. Аня, у вас что за костюм был? У меня был кукольный образ, была... ну, изначально я планировала вообще юбку сделать тоже из журналов, но, как всегда, планируем одно, получается, наделить другое. То есть, я в 9 часов вечера накануне фотосета решила, что нет, я не хочу делать из журналов. Пошла купила бумажные салфетки. Вот у нас как раз в кадре игрушки. И сделала юбку из бумажных салфеток. Когда мы фотографировались на улице, очень многие подходили и спрашивали, из чего у меня были розочки, из чего сделана ваша юбка. То есть, всем очень было интересно, они не могли понять, как же вот так вот свернуть так салфетки. То есть, это все пришло мне буквально вот сиюминутно, я до 3 часов ночи сидела, их крутила. То есть, не 3 месяца делали, а буквально, он практически ночь, да? У меня так получается, что всегда я делаю практически за день, за 2, либо накануне. Вот, кстати, костюм Олега мы видим, да? Он тот самый? Да, тот самый. Что ж, интересно. У него был образ Кена. Ну, Кен, да, действительно, похож, похож. Ань, к вам обращаюсь. Что запомнилось именно из последней фотосессии? Какие-то необычные образы, может быть, кто-нибудь пришел в каких-нибудь необычных костюмах? Вообще, да, девочки все молодцы. У нас была такая королева, она была в черном, и на голове она сделала рожки. Назвала она себя королевой, вот как из Белоснежки сказок. А, ну да, да, понятно. Которая с яблоком отравлено бывает. Да, 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 очень такая замечательная. Такой образ был. Ну, да, у Ани тоже юбка была вообще замечательная. Хотелось ее потрогать. С чего же она сделана? Вот мы видим королеву, это та самая. Да, вот эта королева. Ну, похоже, действительно, воплотила свою идею в жизнь. Очень интересно. Ну, что ж, друзья, я предлагаю поговорить о других фотосессиях, о других мероприятиях, которые уже прошли, которые будут чуть-чуть попозже. Пока давайте все-таки вот зачитаю некоторые комментарии от наших телезрителей. Они нам оставили ВКонтакте, в группе. Вы, кстати, можете тоже присоединяться к ним. Видите адрес нашей группы ВКонтакте на своих экранах. Пишите, как же вы настраиваетесь на позитив, как вы поднимаете себе настроение. Вот, к примеру, Надежда Егорова к нам. Дописалась, дозвонилась, дописалась. Не люблю тратить летнее время на грусть и скуку. Скука – это не про меня. Обязательно, как говорится в примете, стою с правой ноги. Кстати, верите в эту примету? Стоюсь с правой ноги. Не обращаем внимания. Не обращайте, наверное, с правой, если хорошим настроением. Занимаюсь любимым хобби. Просто радуюсь жизни и думаю, что у счастливого человека всегда на лице улыбка. И, конечно же, она вот еще пишет то, что всегда смотрит нашу передачу. Там всегда сплошной позитив. Надежда, спасибо вам большое. Вы будете одним из, скажем так, героев, тот, кто может получить приз. Обязательно вам напишем, расскажем все это в конце эфира, после эфира, точнее, подведем итоги. Как, кстати, Коля уж нам Надежда написала, как вы поднимаете себе настроение? Как-то настраиваете на позитив? Тут чисто внутренне, наверное, как-то думаешь, что хватит грустить, хватит уныния. Иногда можно и в дождь чувствовать себя очень хорошо, и улыбаться, и радоваться. То есть это от внутреннего самовнушения, что ли, наверное, вот идет, что иногда черпаем друг в друге, в людях, в окружающих. То есть если идешь по улице грустно и видишь, идет человек и улыбается тебе навстречу. То есть как-то становится хорошо сразу на душе, весело. Отлично. Так что улыбайтесь, дорогие друзья. Видите, поднимайте и себе настроение, и окружающим тоже, конечно же, их заряжаете какими-то положительными эмоциями. Так, ну разобрались, да, мы то, что был фотосет игрушки, буквально прям вот не так давно. Чуть-чуть подальше был фотосет у нас «Желтое настроение». Что это было такое интересное, где проходило? Ну, этот фотосесс... Где, кстати, фотографии можно увидеть? В нашей группе. В вашей группе ВКонтакте опять же, да? Хорошо, ну что интересно было? Ну, фотосессия проходила в одном их заведении на улице Ленинградской. Вот, тем было, то есть, «Желтое настроение», условие было прийти, то есть, в каком-то наряде, образе, который имел «Желтые цвета» либо оттенки. Но было бы замечательно, если бы люди пришли в целых образах. Вот, на таких... Хорошо, ну вот мы, кстати, тоже можем наблюдать оттуда все это дело. Хорошо, и как люди справились с задачей? Знаете, вот, когда так много людей в «Желтом цвете», вот, волей-неволей настроение поднимается до высот. Невозможно улыбаться, да. Вот, поначалу не знали, что получится, но когда собралось очень много людей, хотелось кричать, прыгать и улыбаться, самое главное. То есть, это была весна, да? 28 апреля, не помню, какая была погода. Хорошая. Вообще, мы планировали изначально сделать фотосесс на улице, но, к сожалению, перед этим всю неделю лили дожди. Вот, мы перепугались, что нам придется людей морозить, мочить, и мы решили перенести в помещение, но не пожалели в итоге, потому что погода была достаточно переменчивая, был холодный ветер. У нас многие девочки были в открытых платьях, в коротких, без колготки, естественно, то есть, они замерзли бы. Хорошо. Вот, и мы заботимся не только о себе, но и о других. Ну, давай, Олег. Однако, чем больше людей собиралось, участник фотосайта в желтом цвете, тем больше солнечко выглядывало из облаков. То есть, мы выходили из дома в 11 утра, обещали дожди, мы вышли, и светит солнце. Как же солнце же тоже желтый. Да, как же оно не могло не заглянуть на ваш фотосайт, правильно? Самый главный участник. Самый главный участник. Конечно, без него фотографии получились бы, наверное, не особо хорошие, правильно? Так, ну вот еще смотрите, что я, скажем так, нарыла в архивах вашей группы, был такой проект «Позитив.фм набирает команду». Вот, что это такое было? Вот, наверное, Анну оттуда… А, нет, вы «Желтый настроение» как раз подсоединились, да? Это было чуть пораньше, набирали команду. Да, это Варя набирала, так сказать, себе новую команду, в которую мы как раз все успешно попали. Вот, то есть, ну, она захотела как-то этот проект обновить, запустить по-новому, чтобы новые эмоции, ну, у нас некие планы есть, то есть, которые мы хотим воплотить. То есть, начать это как бы с нового листа. Да, вот, она предлагала, в принципе, всем желающим, то есть, все, кто хотел, фотографы, просто люди, которые занимают активную жизненную позицию, то есть, которые могут помогать в организации непосредственно фотосетов. Вот, она предлагала всем, в принципе, принять участие, но у нас бывает так, что люди приходят и уходят. Сейчас вот многие девочки сдавали сессии, заканчивали школу. Эх, сессия, сессия. Да, у нас очень разных возрастов. Убила кадры ваши, да, я так понимаю. Люди присутствуют, поэтому как-то вот у нас сейчас наши ряды поредели, так сказать. Ну, будем надеяться, что на следующих мероприятиях все-таки наша команда сплотится и станет больше. Хорошо. Ну, давайте о каких-то новых мероприятиях поговорим во второй части программы. Пока предлагаю посмотреть сюжет, как раз фотосессия игрушки, как же она прошла. Конечно, фотографии – это одно, а вот видео, репортаж – это совсем другое. Смотрим и возвращаемся в студию. Игрушки оживают средь бела дня. На несколько часов все здесь как будто оказались в волшебном мире. Герои разных сказок общаются между собой, как старые друзья. А для полноты ощущений есть и необычный реквизит. При большом желании можно даже попробовать вытащить кролика из шляпы фокусника. У меня получилось. Задача на этой фотосессии – повышенной сложности. Мало того, что костюмы модели делали самостоятельно, так еще и использовать можно было только подручные материалы. В ход пошли газеты, салфетки и даже детали от компьютера. Удобство кукольных нарядов далеко не на первом месте. Сколько уже, нахожусь в это время, я ни разу не сел. Думаю, мне это не удастся. Ну, Олег у нас костюм делал целый месяц. Я делала вчера ночью, сегодня вернее. Поэтому он несколько раз его примерял. Неудобно. Но ради красоты мы готовы на жертву. Скопилась стопка журналов. Моё любимое журнало, которое я читаю. Жалко было его кидать. Думаю, что с ним сделать. Барби, Кены, Микки Маусы или Пупсы. В День защиты детей каждый смог прикинуться своей самой любимой игрушкой детства. Это не первая подобная съемка. Коллектив здесь уже сплоченный. Хотя и новичков приветствуют фотографов и моделей профессиональных и не очень всегда встречают с распростертыми объятиями. У нас были и выездные фотосессии за Волгу. У нас недавно прошел фотосесс «Желтое настроение», когда мы все были в «Желтом». Но у нас, ну, ближайший у нас будет еще выездной за Волгу. Скоро. Совсем скоро. И будем совместно делать еще, чтобы спортивные мероприятия тоже вместе сделать. Приобщить людей не только к фотосессиям, но еще и к спорту. Словно в сказку попали. Самые юные участники фотосессии к вспышкам камер уже привыкли. Да и фотографии в семейном альбоме станут неплохим трофеем. Что ж, дорогие друзья, а как вы поднимаете себе настроение? Как вы настраиваете себя на позитив? Звоните к нам 202-11-22, либо пишите у нас в группе ВКонтакте. Адрес вы видите наверняка на своих экранах. Ну и запомнить-то, в принципе, уже не сложно. Каждый день смотрите универсальный формат, каждый день видите этот адрес перед глазами. Ждем от вас каких-то советов, каких-то позитивных откликов. Поэтому все это, пожалуйста, только приветствуется. И, конечно же, самое интересное будет поощрен каким-нибудь призом. Так что давайте не спите, не спите. Я понимаю, пятница, лето, хочется как-нибудь уже немножечко свободы. Ну вот нет, нет, нет. Выигрываем призы, давайте. Что ж, мы продолжаем тем временем беседу с группой «Позитив.ФМ». Видели мы сейчас, как это все было интересно, замечательно. Что новое планируется? Рассказывай, прямо в ближайшее время. Ну, на самом деле, куча всего планируется. Но в самое ближайшее время у нас в ближайшие две недели планируются два мероприятия. В следующее воскресенье, 30 июня, у нас будет проходить фотосет под названием «Машина времени». Мы всем желающим предлагаем окунуться в разные эпохи. У нас будет три отдельных комнаты, в которых мы будем эти эпохи воссоздавать. То есть нельзя будет так перезаходить? Ну, в принципе, можно будет переодеться и перейти. А вот так вот, я не знаю, как получится. Конечно, масса, общая массовая фотография у нас, естественно, будет, чтобы охватить всех участников. Но в целом мы планируем, чтобы каждый свою эпоху отразил. Можно, секундочку, сразу спрошу фотографа, Анна, вы в какую комнату заглядите, в какую эпоху? Вообще мне понравились 40-50-е. Я как раз вот тоже готовлюсь, вижу себе такие, ну, и для модели перчаточки ажурные, как раз 40-50-е. Ну, и плюс мы с Варей решили, что тема очень интересная и стенгазету небольшую тоже сделать. Очень интересная 40-50-е. Вот. Ну, пока вот у меня вот эта комната. Будут 40-50-е, будет 50-60-60-70-е и 80-90-м. А вот если бы, Анна, вы именно были бы участниками фотосессии, в какой образ нарядились? Какое бы платье одели? Можете немножечко так? Да. Потому что вы все за кадром и за кадром, да, наверное? Платья мне нравятся, такие плечики открытые раньше были, обтягивающие талии и пышная-пышная юбка, которая вот до колена. До колена? Да, вот такой вот образ был, сороковые, пятидесятые. Носочки, наверное, какие-то. Я помню, были носочки и сандалики, нет? Нет, носочков там не было, были, они имитировали чулки. А, вот так вот. Они рисовали стрелки на ногах, чтобы имитировать чулки. Какие хитрюги-то, да? То есть вы бы что-нибудь такое бы, да, вы создали? Ну, да, тип-тип такой. Хорошо. Ну, Анна, вы тоже же наверняка будете принимать участие? Обязательно. Какая эпоха? Будет у меня костюм в стиле тридцатых-сороковых, возможно, ближе к пятидесятым. Ух ты, как вы развернулись. Да, на самом деле мы принимали в подобном фотосете уже участие, и часть фотографий у нас есть, и не хочется повторяться с образами. Вот, то есть я была в образе Одри Хебберна, и мне, конечно, хотелось бы взять какой-то столь же значимый, узнаваемый образ, но не хочется, опять же, оказаться среди многих. То есть будут наверняка модели, которые также захотят быть с кем-то похожим на кого-то из дневнитости, да, из кинодив. Вот, и я хочу взять образ пинап. То есть это достаточно... О, я, кстати, между прочим, тоже когда смотрела, думаю, заглядут ли к вам на фотосессии и сделают ли эти... Очень приглашаем вас. Хорошо. В общем, будем рады видеть. Олег, ну а как же вы тогда подстроитесь? Я тоже думаю, как это подстроиться? Пинап, это, к сожалению, мы искали в интернет. Только женские картинки. Пинап бой, к сожалению, нету такого. Ну, у меня, действительно, всегда... Ну, иногда отталкиваюсь от образа жены, если она его в первую очередь, так сказать, забьет. Ну, как-никак муза все-таки, да, наверное? Ну, у нас просто мы привыкли делать такие гармонирующие образы, которые в одном стиле, из одной эпохи. Фото в семейный архив, чтобы вместе. Да, часто вот они гармонируют, то есть нас всегда, когда нас видят, понимают, что мы пара. Чтобы вот пришли вместе, да? Так, ну давайте еще раз повторим для наших телезрителей то, что фотосессия «Машина времени» состоится когда? 30 июня. 30 июня. Необходимо прийти в образах 40-х, 50-х, правильно? С 40-х по 90-х. А, вот так вот. То есть выбрать абсолютно, да, любые года, любой образ и приходить. Ну вот, а еще, смотрите, интересно, наверняка многие девушки уже записывают тебя в блокнотике 30 июня, но вот задумываются, как же сделать прически, макияж, какая-то помощь будет вот на фотосессе оказывать? У нас в проекте есть мастера по прическам, по визажу, по боди-арту, даже есть люди, которые помогают делать костюмы. То есть если возникают какие-то затруднения, вы можете написать к нам в группу, и мы обязательно подберем вам человека, который поможет с образом. И где это будет происходить? Где-то на открытом помещении? Будет у нас в киноклубе происходить, поэтому, собственно, нами выбрана такая тематика. То есть нам было изначально предложено помещение, и Варвара у нас ездила, смотрела его, и определила, что именно вот под него подойдут какие-то вот кинообразы, раз уж это киноклуб. Вот, и мы решили эту тему развить и более широко ее как бы взять. Отлично. Ну, об одном мероприятии предстоящем поговорили. Немножечко ремарочку ставлю, совет от нашего телезрителя. Как я уже говорила, спрашивала, а как же вы настраиваете себя на позитив? И вот нам Елена пишет. А что такое позитив? Задает на вопрос. Для меня это общение с верными друзьями, нахождение рядом с родными и близкими. Задает, что все с ними в порядке, ощущение того, что ты кому-то нужен. Мне для счастья больше ничего не надо. Ну, вот тут такая интересная тоже тема, да, вот правда, то, что для счастья надо, чтобы родные и близкие были живы-здоровы. Правильно? Правильно, да. Согласны с этим? Хорошо. Что ж, друзья, вы также, напоминаю, можете оставить свои комментарии у нас в группе ВКонтакте, либо дозвониться к нам, 202 11 22. Расскажите, как же вы настраиваете себя на позитив? Самый интересный, самый необычный, самый хороший совет обязательно поощрим призом. Поэтому следите за эфиром и не бойтесь, не бойтесь звонить к нам и оставить свои комментарии. Не бойтесь говорить свое мнение. Что ж, что еще ожидает? Какие-то, может быть, вот я знаю, кстати, немножечко перебью, да, что у вас не только фотосессии, да, это какие-то и вечеринки, это какие-то и спортные мероприятия. Вот спортные мероприятия какими планируете? Может быть, все... Планируем этим летом несколько спортивных мероприятий. Пока у нас все в разработке, поэтому много сказать об этом не могу. Но даты уже, одна из дат определена. Вообще вот в эти выходные будет первый выезд спортивный. Но, насколько я знаю, то есть как фотосета там не будет. То есть это будет чисто спортивное мероприятие, но вместе с командой, которая с нами сотрудничает. Так же будет в конце июля, тоже в 20-х числах, уже с фотосессии мы планируем выезд на три дня. То есть люди могут уже готовить палатки. Как интересно. Прикитание, консервы, дрова рубить, брать мангалы и приезжать. Мы планируем выезд за Волгу. Ну, в принципе, то есть мы никого так вот не заставляем. Тот, кто хочет только приехать на фотосессию, он может приехать исключительно на нее. Тот, кто хочет перед этим отдохнуть, пообщаться, тот у нас заезд с пятницы будет, то есть на все выходные. Это опять же следить в группе ВКонтакте, связываться. Да, у нас перепосты все из группы, с которой мы это организовываем. И у нас всегда там новости. То есть если заходите, сразу понятно, какие мероприятия нами планируются. Ожидается. Да. Хорошо. Ну вот, скажите, вот, кстати, вы говорите, что приезжайте к нам отдохнуть и так и подобное. А легко принимаете свою компанию новых людей? Вот, ну, к примеру, вы еще не знаете, нечем людям заняться в субботу, воскресенье, и они приедут к вам отдохнуть за Волгу. Незнакомые люди, ну, хотят они как-то себя проявить. Легко принимаете свою компашку? Вообще без проблем. То есть мы всем всегда рады, рады новым знакомствам, рады новым друзьям. Всегда у нас после каждого мероприятия начинается добавление друг друга в друзья. То есть мы уже знаем, как кого зовут, знаем, кто в каких образах был. И когда встречаемся на следующем мероприятии, мы уже чуть ли там не обнимаемся. А я думала, какие-нибудь уже прозвища, это Барби, а это была... Кстати, когда Олег у нас был на одном из мероприятий, к нему прилипло такое прозвище, несмотря на то, что... Нет, это было года три назад, да, было мероприятие. Но это не мы организовывали, то есть братская наша компания, тоже команда, организовывала тоже фотосет кошки. И мы вот с Олегом нарядились. И как только фотосет проходил в Струковском парке, как только мы туда вошли, нам закричали, что вот идет Боярский. Ух ты! Да, и мы были просто в шоке, почему так. И вот недавно мы посмотрели мультфильм, как он назывался, что-то про богатырей, вот эти вот наши, которые серии мультфильмов. Ну, понятно. Там как раз в одной из вот этих частей там был кот, и в конце он пел песню Боярского, его звали Боярский. И мы наконец через три года осознали, почему же вот такое вот прилипло. И вот потом, как только он приходил, то есть он уже был в других костюмах, ему всегда кричали «Привет, Боярский». Не обижай, Олег. Да нет, не знаю. Все по-доброму, все по-милому. Да, конечно. Что ж, давайте примем звук нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Не могла не позвонить, потому как про позитивный настрой все очень просто. Давайте, рассказывайте нам. Я почти всегда смотрю вашу передачу, и своим позитивом вы настраиваете, заряжаете тоже позитивом. Ваша команда и профессиональные ведущие, и очень стильные, и вообще сам по себе заряд. Очень рекомендую тем, кто не смотрит, смотреть чаще вашу передачу. Спасибо вам за это. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Зовут меня Ольга. Ольга, очень приятно. Я думаю, передаю эту благодарность от вас всей нашей команде, начиная от гримера, операторов, режиссеров, всем-всем-всем, потому что именно благодаря их усилиям наша программа получается такой, какой вы ее видите. Спасибо большое за звонок. Ну вот приятно, нам приятно, что смотрят нашу программу, и это позитив. Так, остановились мы на спортных мероприятиях, да? Они будут. У меня есть в запасе фотографии с одного из спортных мероприятий. Я так понимаю, что это были какие-то роллеры по катушке, скажем так. Давайте посмотрим фотографии. Ну, тем временем продолжим разговаривать о предстоящих мероприятиях. Вот это вот что было, скажите нам, кстати. Коль уж мы увидели фотографию. Какие-то роллеры, да, какая-то роллеры встречи. Да, но это та команда, которая когда-то изначально была. То есть те люди, которые также ходили на мероприятия, они просто вне, так сказать, основных мероприятий собрались просто, чтобы покататься на площади. То есть это с вами тусовкой? Да, мы с этой тусовкой там когда-то больше, когда-то меньше у нас человек, но мы посещаем различные мероприятия, ездим за Волгу также на какие-то выезды. То есть могу сказать, что мы не только на мероприятиях общаемся, но и в жизни. То есть это очень хорошо, я считаю. Хорошо. Так, ну, значит, загибаем пальцы. Это у нас фотосвет машина времени планируется, да, в скором будущем, буквально вот 30 июня. Это у нас выезд за Волгу, такой, скажем, туристический фотосвет, если можно так его назвать, в конце июля, правильно? Да. Ну и между этими, знаю, датами что-то есть? Ну да, у нас вот самый ближайший звонок, и обязательно послушаем, что же нам такое. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Игорь, а ты опять сегодня не пришла. Я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Спасибо большое, но вот, видимо, у нашего телезрителя хорошее настроение и поднимает настроение какими-то, какой-то прозой, какими-то произведениями известными, что же хорошо. Ну и такой вариант может быть. Музыка и стихи, да и книги, они, конечно же, поднимают настроение, согласны? Да. Прервали мы о каком-то мероприятии, каком же? Да, ближайший будет у нас после 30-го числа, следующее воскресенье, 7-го июля, мы планируем также выездное мероприятие, но далеко выезжать мы не будем, просто переправляемся за Волгу. Ну, недалеко, ну, как сказать, если мы планируем тот мероприятие, которое со спортом связано, мы все-таки будем чуть дальше уезжать по Волге, туда в лес, в лес, в горы. Да, да, тут мы просто хотим на пляже это все сделать, но так как у нас сейчас некоторый запрет существует на массовые вот эти мероприятия, и мы не хотим распугивать на набережной, на нашей, на пляже непосредственно отдыхающий, загорающий народ, мы вот так вот решили, то есть на ту сторону переправить и распугивать народ там. Никаких заморочек с образами не будет, с костюмами, потому что вот одно мероприятие следует за другим, мы не хотим так нагружать наших участников, потому что понимаем, что тяжело, что на подготовку нужно время, тут всего неделя, и мы просто просим их прийти в светлой, либо в белой, что лучше будет, одежде, мы берем с собой краски, водные пистолеты, в которые эти краски заправляем, то есть гуаши разводим водой, трем краски на терку, чтобы ими обкидываться, делаем водяные бомбочки с краской и просто раскрашиваем друг другу руками, чем угодно, то есть просто у нас быстро краска будет, поэтому вот... Как называется мероприятие? Красочное настроение? Нет, красочный беспредел. Красочный беспредел, действительно будет беспредел, мы надеемся, да. Вот хочется спросить, у Анны, какое мероприятие больше ждете, где можно проявить больше свои творческие какие-то способности? Красочный беспредел или какое-то туристическое, да, вот, скажем так, спортивное мероприятие, либо все-таки машина времени, ретро и так далее? Ну, ближайшая машина времени. То есть больше все-таки хочется там поучаствовать, либо... Да, ну туда в любом случае, да, очень интересно вот эти года вернуться. Ну, еще это, паркур. Вот в паркур очень хотелось пойти, хоть фотосета там и не будет, но очень хотелось. Ну, так как маленький ребенок, наверное, все-таки с маленьким ребенком тяжеловато, да, в горы идти, но очень хотелось попасть. Олег, а вот к вам вопрос, ну, практически такой же, как к мужчине, что интереснее, все-таки спорт, либо вот творческие какие-то такие мероприятия? Ну, интереснее, конечно, все это совмещать. То есть мне, в принципе, это и удается, и занятие спорта, и, то есть, и где-то творчеством. То есть даже, мне кажется, в равной степени. Вот. Но, что я хочу сказать, вот, красочным с пределами фотосета, он будет такой живой, то есть динамичный. То есть тут все будет прям неподдельной эмоцией. Постановочных уже кадров, скорее всего, мы просто будем предоставлены сами себе, да, а фотографы будут просто ловить какие-то интересные моменты. Может быть, с этой точки зрения будет им интереснее что-то новое, вот такая репортажная съемка такая. Потому что вот, если обычные фотосессии, там, тематические, это все равно работа для модели, то есть даже, ну, где-то повышают свое какое-то мастерство, то есть это поведение перед камерой. Ну, и тяжело в статичных позах постоянно находиться, замирать. Да, нужно знать свое тело, какого ракурса он лучше, а тут просто это будет отдых. Можно оторваться. Работать будут только фотографы. Вы провести на семейные пары, дополняете друг друга. Мы не возбраняем, как бы, что, если фотографы также принимают участие, если они наряжаются, если они будут обкидываться красками наравне с нами и попутно делать какие-то фотографии. Ну-кась-ка, а невозможно ли такое? Сможете их два в одном соединить и краской обкидаться, и опасаться. Одевайся и делай на всякий случай, чтобы не жалко было. Дожди, правда. Ну, вообще, честно сказать, честно, не хотелось бы красками. Некоторые боятся, да, нам пишут, что как, а как же отмываться? Мы говорим, берите с собой шампунь, берите мочалки. Волга же! Волга, мы просто залезем туда, будем купаться, плескаться. Мне кажется, это замечательно. Седьмое июля, да, это, в принципе, уже погода у нас будет, думаю, разгар летом, правильно? Да. Поэтому Волга, кстати, а градусов Волги-то не знаете, сколько обещают? Ну, сейчас 19. Сейчас 19, да? Надеемся на повышение. Ну, мы закаляемся. Что ж, к нам еще одно из, один из советов пришел от нашей телезрительницы, Катерина, пишет нам, что солнечные лучи, кстати, яркие краски, лето, любимая музыка и звонок любимого человека, и я счастлива. Вот такой вот совет. Как вам? Ну, по-моему, самое то. Самое то. Ну, вот хочу у вас спросить мнение, что же вам больше понравилось? Надежда, которая пишет то, что она верит примете и встает с правой ноги, смотрит наш телеканал. Елена, которая говорит то, что родные и близкие живы здоровы, это самое, наверное, замечательное, и ты счастлив. Или Катерина, которая говорит, что звонок любимого человека, любимая музыка, и я счастлива. Или же Оля, которая вот нам вот тут похвалила нашу всю съемочную группу, мне, конечно, это очень понравилось. Что вам нравится больше? Ну, вы знаете, все правы от счастья, то есть... Для каждого свое счастье. Ну, думаю, это все вместе. Все вместе. Что ж, все правы, думаю, мы за эфиром, со всей съемочной группой, со всей командой универсального формата поймем, кто же у нас победил и кому достается приз. Ладно, отдадите нам такую возможность, не буду уж у гостей, гостей мучить. Буквально немножечко времени остается до конца эфира. Какие-то пожелания молодежи, пожелания самарцам? Настроенный позитив, опять же. Ну, занимайтесь творчеством, занимайтесь спортом. Главное, не сидите на месте, не тратите время попусту. Найдите себе хобби, то, что внесет в вашу жизнь красный позитив. И дарите это всем окружающим. Анна? Ну, я могу добавить к приглашению на наше мероприятие также, что мы будем очень рады, если вы будете приходить на наше мероприятие с семьями, с детьми. У нас всегда есть для них подарки, приятные сюрпризы. Нам есть чем их занять. И им тоже будет очень интересно. Ну, и от вас, Анна, пару слов. Да, вполне согласна. И на следующий фотосесс собираюсь со своим сынишком. Нам год и шесть, хоть мы и маленькие, но очень интересно тоже поучаствовать. И совсем не страшно приходить, приходите, участвуйте. Хорошо. Ну, и, как мы договорились, встречаемся 30 июня, правильно? 13.00. 13.00 на фотосессии «Машина времени». Там узнаем, что планируется дальше и продолжаем следить за позитивом. Правильно? Правильно. Ну, что ж, ребят, вам спасибо, что пришли. Вы замечательная супружеская пара. Вам желаю всего хорошего, крепкой семьи. Анна, вам тоже желаю творческих успехов. Если вы начинающий фотограф и вот дарите позитив другим людям, думаю, у вас все получится обязательно. Спасибо. Вам спасибо. Конечно, радуйте и нас, радуйте наших телезрителей. На этом я с вами прощаюсь. Говорю вам до свидания. Увидимся мы с вами в понедельник. Пока желаю вам веселых, позитивных выходных. Конечно же, всего доброго. Оставайтесь на телеканале «Самара Гидз».